МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Карачаево-Черкесии сегодня открылись избирательные участки. Жители республики имеют возможность определиться с кандидатурами депутатов в Государственную Думу России, а также представителей в органы местного самоуправления нескольких районов. О первом дне трехдневного голосования в сюжете Артур Мхц. Выборы в Нижнюю палату федерального парламента сегодня стартовали в Карачаево-Черкесии. Кроме того, жителям с семи районов предстоит определиться с составом органов местного самоуправления. Несмотря на то, что у граждан есть возможность реализовать свое избирательное право в течение трех дней, уже в первой на многих участках отмечена довольно высокая активность. Люди извещены, информированы. Впоследствии мы уже работали непосредственно со списком избирателей, уточняли списки избирателей, количество избирателей, подготовили помещения для удобства избирателей, определили места для наблюдателей. Сегодня с 8.00 до 20.00 работа ведется. Явка с утра высокая. За плечами многих членов участковых избирательных комиссий это далеко не первое подобное мероприятие. С каждым новым голосованием они совершенствуют свои навыки. Точно знают, как правильно организовать места для голосования и территорию для размещения наблюдателей. Сейчас к депутату очень много требований. И депутаты, конечно же, должны быть активны. Они должны по большей степени находиться в регионе, слушать, заботиться о людях, выполнять поручения людей. То есть самое главное, они не должны быть инертными, они не должны просто отсиживаться. Даже если человек выступает, может быть, не так часто, но, будучи депутатом в Государственной Думе, но самое главное, а что он делает, в каких участвует в проектах, насколько он помогает людям. Жители Карачаево-Черкесии уже в первый день выборов демонстрируют довольно высокую явку, что говорит о небезразличном отношении к своему будущему. Голосование завершится 10 сентября в 8 часов вечера. У населения республики еще есть время, чтобы сделать выбор в пользу того из пяти кандидатов, который им видится оптимальным представителем регионов в Государственной Думе Российской Федерации. Артур Мухцы, Али Бастанов, 200, Карачаево-Черкесия. Накануне в Общественной палате республики открылся Центр общественного наблюдения за ходом голосования. Именно сюда будет стекаться вся информация по ходу проведения выборов. Подробности смотрите далее. Общественной палатой Карачаева-Черкесии была проделана большая подготовительная работа к выборному процессу. Обучили более 500 общественных наблюдателей. Все они зарегистрированы на федеральном уровне. Наблюдатели уже получили направление и готовы приступить к работе. На Общественную палату законодательством возложен общественный контроль за выборами разного уровня, главной составляющей которой является легитимность выборного процесса. И сегодня мы с вами открываем Центр общественного наблюдения в Карачаево-Черкесской республике. Центр общественного наблюдения является также ситуационным центром, где будет стекаться вся информация по ходу проведения выборов. Председатель избиркома республики Лариса Базалиева рассказала о проделанной работе по подготовке к выборам в единый день голосования и отметила, что цифры, явка избирателей и итоги голосования не являются единственным конечным итогом выборов. Один из главных итогов, по которому мы определяем, как проведена кампания, это степень удовлетворенности граждан и общества. То есть, есть ли замечания, есть ли судебные иски, есть ли жалобы. Это один из главных критериев. И поэтому общественные наблюдатели – это та нейтральная сила, которая становится зачастую главным арбитром в возникающих спорах. Выступившие отметили, что нынешний выбор очень важный для нашей республики момент, что очень многое делается для того, чтобы выборы прошли комфортно, чтобы мнение каждого жителя было учтено. Присутствие на избирательных участках представителей гражданского общества повышает доверие к выборному процессу. На базе Центра общественного наблюдения все три дня будут находиться подготовленные люди. В техническом и организационном плане Центр готов осуществлять мониторинг ситуации участковых избирательных комиссий всей республики. Также организована работа горячей линии. Штаб по общественному наблюдению за выборами будет работать круглосуточно. Мурат Жанкиозов, Вести Карачаева, Черкесия. Ранее мы сообщали, что в Усть-Джигутинском районе республики были зарегистрированы случаи острокишечной инфекции, в том числе у несовершеннолетних. Проведенные представителями регионального управления Роспотребнадзора лабораторные исследования материалов от больных и проб воды на различные виды бактериальных инфекций, в том числе холеры, дали отрицательные результаты. Вода соответствует санитарным правилам и нормам. И вот как данную ситуацию комментирует Министерство здравоохранения республики. За прошедшие сутки в динамике отмечается стабилизация, даже некоторое снижение обращаемости, как на амбулаторном этапе, так и число госпитализации. В настоящее время на стационарном лечении находится 30 пациентов в инфекционном отделении Усть-Джигутинской больницы, состояние которых оценивается как стабильное и не вызывающее никаких опасений. Также снижается число детей, которые находятся на амбулаторном наблюдении. Дело в том, что кишечная инфекция – это такая инфекция, которая появляется сезонно в конце августа, чаще всего в начале сентября. Это обусловлено тем, что многие приезжают из отдыха с морских побережья и привоз сезонных овощей и фруктов извне на территорию республики. В этой связи, безусловно, профилактикой данного заболевания является соблюдение личной гигиены, мытье рук, тщательное мытье овощей и фруктов, употребляемых – это в обязательном, а также питье бутилированной и кипяченой воды. Поскольку эта инфекция появляется ежегодно, мы готовимся к этому и осуществуем запас лекарственных препаратов, инфузионных средств, а также изделий медицинского назначения. Но осень характеризуется не только кишечными инфекциями, но и подъемом заболеваемости острыми вирусными инфекциями. В этой связи ежегодно министерство здравоохранения осуществляется заявка на поставку вакцин против гриппа. Данная вакцина уже поступила как для взрослых, так и детей, поэтому уже начинается. Если профилактика кишечных инфекций является соблюдением личной гигиены, то острые вирусные инфекции – это уже профилактика. И основная – это вакцина профилактика. Безусловно, населению, гражданам нашей республики не надо забывать про это и активно в период вакцинации заняться вакцинацией и взрослых, и детей. Завершено расследование уголовного дела по обвинению 49-летнего местного жителя в убийстве двух братьев. Следствием установлено, что 23 апреля этого года обвиняемый, встретившись с двумя своими родственниками в ауле Верхняя Тиберда Карачаевского района, на почве имущественного конфликта произвел в них несколько прицельных выстрелов из принадлежащего ему ружья. В результате полученных ранений пострадавшие скончались на месте. Собранная в ходе следствия доказательная база признана достаточной для направления уголовного дела в суд с утвержденным обвинительным заключением. Карачаево-Черкесия приняла флаг 100-летия создания подразделений участковых уполномоченных полиций у Кабардино-Балкарии и передала эстафету Адыгеи. Гостей из МВД по Кабардино-Балкарии, сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии и местные жители встретили в селе Красный Курган Малокарачаевского района республики традиционной чашей Ирана. Торжественную церемонию передачи флага 100-летия участковых уполномоченных полиции провели под торжественную музыку. Участники отметили важность подобных мероприятий для популяризации службы участковых уполномоченных полиции, организации взаимодействия региональных органов МВД России, а также патриотического воспитания прежде всего подрастающего поколения. С передающей и принимающей сторон сотрудников полиции поздравили представителей полицейских классов, твердо обещая быть верными Родине и стать достойной сменой. В рамках Всероссийской акции «Вода России» сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии, Кубанского лесничества, администрации эльтеркачского поселения и волонтеры провели уборку территории эльтеркачского минерального источника. В акции по сбору мусора приняли участие 123 человека. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Всероссийская акция «Вода России» – одно из масштабных экологических движений страны. У нас в республике данное мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Территория эльтеркачского минерального источника является излюбленным местом отдыха, но, к сожалению, люди не убирают за собой, и в итоге местность бывает завалена мусором. Представители Минприроды Карачаева-Чергезия отмечают, что цель данной акции – сохранение экологии нашего региона. Мы ежегодно занимаем второе место в рейтинге среди всех субъектов Российской Федерации по количеству участников, по протяженности мест, которые мы убираем, рек, которые очищаем и так далее. Сегодня здесь участвуют Министерство природных ресурсов, представители Кубанского лесничества, представители сельского поселения. Одна из причин загрязнения нашей живописнейшей природы – это мы сами. Участники акции собирают весь мусор в специальные мешки. Важно подчеркнуть, что уборка проходит на территории слияния рек Чегет-Тюбю и Эль-Таркач. Подобное загрязнение у берегу рек может привести к плохим последствиям. И поэтому мы и выбрали этот участок, отмечают собравшиеся. Очень много всегда мусора, даже если мы убираем на одних и тех же местах, особенно весенне-летний период, мусор накапливается буквально за неделю. За неделю вот такими машинами. Поэтому очень важно, хотя бы за собой, каждый, кто приезжает на Нарзаны, на речку, хотя бы за собой пакетик взяли, выбросили. Благо, министерствам везде мусорные баки поставлены, на каждом выезде везде есть. 123 участника акции дружно убирали мусор, а собранные мешки загружали в специальные машины для перевозки отходов. В экологическое мероприятие внесли свою лепту и молодые волонтеры. Я считаю, что в нашем регионе очень важны такие акции, поскольку нужно сохранять нашу планету, потому что она – это наш общий дом. Хочу пожелать людям, чтобы они убирали весь мусор за собой, чтобы не было потом вот этой вот ситуации. В итоге участники акции «Вода России» собрали 150 мешков мусора. Важно отметить, что более массовая акция, где будут принимать участие все сельские поселения, пройдет 13 октября. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Узжигутинский район. На базе учебно-тренировочного центра Северокавказского оригинального поисково-спасательного отряда МЧС России проходят сборы с летным составом авиационных формирований МЧС. Один из наиболее зрелищных этапов проходит на территории Карачаева, Черкесии. Акватория Кубанского водохранилища, к слову сказать, становится местом для проведения столь масштабного мероприятия во второй раз. Авиаторы считают, что место для отработки тренировочных упражнений выбрано не случайно. Регион привлекает внимание с точки зрения географического расположения. Есть возможность потренироваться и над водной поверхностью, и в горах. Мероприятие проводится в целях совершенствования навыков летного состава авиации МЧС России при выполнении спасательных работ на воде, оказании помощи и эвакуации пострадавших в горной местности с применением авиационно-спасательных технологий тушения ландшафтных пожаров. Сборы помогают улучшить навыки летного состава и спасателей при оказании помощи терпящим бедствия на воде и в горной местности. И последнее. С 11 по 14 сентября с 10 до 13 часов в общественное приемное председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева будут проходить приемы граждан по вопросам правовой поддержки. Желающие могут обращаться по всем вопросам по адресу Черкес, Ленина, 154 или по номеру телефона 20 12 12. Такими были самые актуальные вести республики на этот час. Я с вами прощаюсь. Далее смотрите нашу постоянную рубрику «Сила права» с Беллоджазаевой.